Здравствуйте, меня зовут Алексей Калиничев и с вами Академия Винила Проджект и Аудиомании. Мы находимся на Мичуринском проспекте, дом 5, в салоне Аудиомания. Именно здесь 20 и 21 октября состоится мероприятие Академии Винила. А сегодня мы поговорим с основателем и идейно вдохновителем компании Аналог Ренессанс Вадимом Мироновым, как правильно ухаживать за виниловыми пластинками. Привет, Вадим. Привет, Леша. Рад тебя видеть. Сразу к вопросам. На рынке сейчас представлена масса средств по уходу за пластинками, различных фирм и так далее, различного ценового предложения. Скажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея создания собственной линии? Пришло совершенно неожиданно, как, в общем-то, неожиданно пришел очередной кризис к нам. С определенного момента продукция западных производителей, все, что привязаны к доллару и к евро, они стали практически недоступны на нашем рынке. Все скакнуло в два-три раза. А поскольку я являюсь обладателем коллекции винила, и я перестал получать то, что раньше давал мне рынок, готовые средства по уходу за винилом. Либо они стали продаваться за очень высокую цену, либо они исчезли просто-напросто из салонов электроники. С этого момента можно считать, что пришла идея в голову о создании своего российского бренда уходового за винилом. А будучи виниломаньяком, я взялся за это со всей, скажем так, решительностью. Вадим, у меня такой глобальный вопрос. Зачем ухаживать за пластинками? Ну, несмотря на то, что это наш с тобой любимый формат, он очень сложный с точки зрения ухода. Ни один физический носитель, ни магнитная лента, ни CD-диски, ни DVD, ни Blu-ray не нуждается в таком тщательном уходе, как винил. Статика, загрязнение, пыль, которая стремится попасть в канавку. Даже в старых пластинках плесень, которая начинает жить, плодиться и размножаться. Ради всего этого, чтобы все это убрать, придуман комплексный уход и создан наш бренд. Вадим, скажи, а сложно ли ухаживать за пластинками? Нет, Леша, абсолютно легко. Более того, это можно и нужно делать с любовью. Даже некая страсть должна в этом присутствовать, в уходе за пластинками. Потому что это наш любимый с тобой формат. В линейке аналог-ренессанс присутствуют средства как для сильно загрязненных старых пластинок, так же, как и для новых. Не секрет, что новые пластинки, бывает, встречаются на них всякое разное. А посмотреть это и попробовать можно будет на моем мастер-классе в аудиомании. Вадим, скажи, пожалуйста, какие основные способы ухода за винилом существуют? Принято считать, что есть два основных способа. Это ручной и при помощи технических средств. Это ультразвуковая машинка, либо вакуумная машинка. А скажи, на мастер-классе на своем ты будешь показывать, как эффективно работают эти средства? Я обязательно, Леш, покажу. Более того, мы пригласим наших присутствующих в зале поучаствовать в этом процессе, чтобы было все интересно, чтобы они поняли, как процессы эти происходят, как все это движется, как все это внедряется в канавку, как пылесос вытягивает это все из канавки. Все будет очень интересно. Я правильно понимаю, что человек может со своей пластинкой прийти, например, проверить твои средства? Более того, нужно принести свои пластинки. Мы отмоем все пластинки. Приходите, ребята. Вадим, скажи, пожалуйста, а сколько времени прошло с момента рождения идеи и до вывода конечного продукта на рынок? Примерно полтора года. Большую часть этого времени занял поиск формулы. Ведь не секрет, что для коллекционеров важна безопасность их коллекции. Первое, это, конечно же, мы ставили в угловый угол безопасность нашего средства. Второе, это функциональность. Ну, функциональность здесь ты имеешь в виду, наверное, эффективность. Я правильно понимаю? Да, правильно. Эффективность, наверное, больше подходит это слово. Вадим, а какие конкретно средства входят в коллекцию аналога «Ренессанса»? Ну, в нашей коллекции каждое средство отвечает за свою работу. Для ручной мойки у нас есть свое средство, для вакуумной свое, для ультразвуковой, естественно, тоже свое средство. Для гуру, для коллекционеров с большим стажем и имеющих большую коллекцию, у нас есть концентрат. А тогда для меломанов с небольшими коллекциями, то есть для ручных средств есть какие-то, может быть, интересные гаджеты в твоей коллекции? Да, конечно же. У нас есть мат, у нас есть спрей. Это как раз те вещи, которые позволяют в короткое время решить первоочередные проблемы с загрязнением винила. Скажи, пожалуйста, а чем твои средства отличаются от так называемых народных? Имея в виду ПВА, средства для мытья посуды, спирт. Ну, Леша, ты назвал наших основных конкурентов. Ну, это шутка, конечно же. Первое – это безопасность. Безопасность для винила. Безопасность подтверждена различными экспертизами. Второе – это эффективность. Эффективность, ну, чем может быть подтверждена? Нашими покупателями, нашими пользователями, которые два года пользуются нашими средствами, оставляют отзывы, положительные отзывы в соцсетях, подписками. Ну, в конце концов, нас хорошо покупают. И третье – это то, что наши средства экономят время. Это готовое решение, по сути. Вадим, спасибо большое за содержательную беседу. Уважаемые друзья, приходите 20 и 21 октября сюда, на Мичуринский дом 5 в Аудиоманию, где Вадим на своих мастер-классах покажет, расскажет, и вы сами попробуете эффективность средств аналога «Ренессанс» и убедитесь в их качестве. Ждем вас! Продолжение следует...